Сегодня четверг и этот день мы решили посвятить походу в Будапештский зоопарк. Скажу сразу, что для меня это третий поход в данный зоопарк и иду я сюда с таким же удовольствием, как, наверное, шла во второй раз, потому что, когда я шла в первый, я еще не знала, что меня здесь ждет. Теперь я знаю и уже в предвкушении нахожусь всего, что я здесь увижу. Сразу скажу, что я была в зоопарке в Москве, была в зоопарке в Хельсинки, была в зоопарке в Ярославле, в Санкт-Петербурге и Будапештский зоопарк, наверное, произвел на меня самое сильное впечатление. Конечно, в Москве зоопарк тоже шикарный, но сегодня мы говорим о зоопарке Будапешта. Немного истории. Этот зоопарк открылся еще в 1866 году, хотя о том, чтобы открыть здесь звери не говорили еще в 20-х годах 19 века, но тогда события в стране немного отсрочили его открытие. Сначала он был небольшой, из экзотических животных здесь обитали только кенгуру и обезьяны, но постепенно он стал развиваться. Конечно, немалую роль в его развитии сыграло руководство зоопарка, и постепенно он стал обогащаться новыми видами животных. В свое время император Австро-Венгрии Франц Иосиф подарил этому зоопарку слона. Сейчас здесь тоже есть слоны, есть жирафы, есть носороги, бегемоты и вообще всего около 3000 различных видов. Помимо крупных животных, таких как львы, тигры, здесь также есть мелкие животные, есть контактный зоопарк, где можно увидеть фермерских животных в Венгрии. В первый раз, когда мы сюда приходили, здесь можно было увидеть знаменитую манголицу, вот эту вот породу, чисто венгерскую породу свиней. Она отличается таким волосяным покровом, как у овцы, и этим он даже овцу напоминает. Но манголица интересна тем, что она пасется исключительно на открытом воздухе, ест чистую траву. И поэтому венгры утверждают, что мясо манголицы содержит минимум холестерина и является как бы практически безвредным. Так вот, на территории этого зоопарка есть также террариум, есть вольеры, где содержатся виды птиц интересные, также бабочки, рыбы и много-много всего. Сейчас мы находимся у самого входа в зоопарк, вот он за моей спиной, такое интересное сооружение, там с обеих сторон находятся кассы. В кассах мы приобрели вот такой билет для двух взрослых, заплатили за него 5600 форентов, это примерно 18 евро. Ну а дальше считайте сами. Вместе с билетом нам выдали вот такую карту зоопарка, где, к сожалению, на венгерском языке все написано, но самое главное, что вот здесь вот в рисунках имеется карта зоопарка, где изображены виды животных, ну и собственно территориально, где они находятся, чтобы было легче сориентироваться и найти их. Зоопарк огромный, здесь можно провести от 3 до 6 часов. Ну и мы сейчас отправляемся на прогулку по этому зоопарку, будем все смотреть, снимать и что потом вам показать. Сейчас мы находимся у вольера с бегемотами. Хочу сказать, что Витапешский зоопарк единственный зоопарк в Европе, где растут бегемотов и носорогов. Сейчас нам будет слоновник. Слоновник построен в таком турецком стиле. И это не случайно. Венгры были не очень довольны тем, что долгое время находились под турецким изомом, и поэтому они построили слоновник вот в таком стиле, похожем на турецкую мечеть. Ну а здесь обещают слоны, а мы здесь не увидели, пойдем посмотрим на него поближе. Субтитры подогнал «Симон» 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 Такая машина старая стоит. Что это за машина? Я не знаю. Какой-то... Да. И вот он тут в кузове лежит, и можно залезть и прям посмотреть его очень-очень близко. Это за стеклом, да? Да, конечно. Как бы на пол машины. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очередной павильон рядом с обезьянником. Здесь такая очень интересная выставка, посвященная нашей эволюции, тому, что мы произошли именно от этих животных. Показаны на рисунках, на муляжах, все формы переходные от австралопитека до хомо сапиенса, человека разумного. И вот здесь перед нами два стенда, цифровое табло. С левой стороны показана цифра, сколько сейчас на планете людей, и каждый секунд рождается новый. А справа на табло цифры показывает, сколько обитает обезьян. И цифра эта не увеличивается. Мы находимся в пещере, где жили древние люди. Этих людей мы видим вокруг с кольями, в шкурах животных. Они демонстрируют нам, как жили наши предки и в каких условиях. Домовые мыши типичные обитатели жилых домов, особенно в деревне, во всяких кладовых, кухнях их можно повстречать. И вот здесь вот на этой выставке сделана такая экспозиция в виде кладовки, имитация какого-то такого домашнего уюта. И вот здесь обитают маленькие мышки. Очень им тут, наверное, хорошо. Сейчас мы находимся на выставке насекомых. Нужно внимательно ходить, приглядываться к этим вот витринам. Вот первый из них сидит, забыла, как он называется. А, это палочка вот эта, да, живая? Да, который похож на сучок дерева. Вот он тут. А здесь какой-то кузнечик вот сидит. А, видно, да. Вот мы его видим. А там жук-рогач в соседнем мысе. А там жук-рогач в соседнем мысе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Спустя почти 4,5 часа мы вышли из зоопарка Зоопарк находится буквально в 100 метрах от площади героев На этой площади мы сейчас находимся и остановились здесь, чтобы сказать буквально пару слов о нашем посещении этого зоопарка Как говорит информационный справочник 3, тысячи видов различных животных на территории данного зоопарка можно увидеть Но мы шли за глаз на карте, надеюсь увидели их всех И хочу сказать, что какой все-таки это колоссальный труд поддерживать вот это все в порядке Но животные все содержатся в очень хорошем состоянии, там чисто, также растения в полном порядке В общем, все это выглядит очень достойно и очень приятно там находиться И гуляя там, я невольно думала о событиях с 41-45 годов, когда Будапешт бомбили И тот зоопарк, который существовал здесь тогда, был полностью разрушен И из двух тысяч видов, которые жили на тот момент в зоопарке, выжили только 15 Это, конечно, очень грустно И все-таки приятно, что все это было снова воссоздано и открыто для всеобщего обозрения Если вы будете в Будапеште, обязательно сходите в зоопарк Выделите для этого целый день И я вам обещаю, что вы не пожалеете